Волжские протоки в районе Генеральского. Местные жители говорят, вода уходила, но вот уже пару дней как снова прибывает. Прошедшие выходные здесь нельзя было проехать на лодке. Уже во вторник, 4 июня, наш катер мчится сквозь заросли без особых проблем. Лишь подъехав к берегу, понимая, что воду действительно сбрасывали. Но, судя по всему, не критично. А это Казань. Местные жители в шоке. Сброс воды в Куйбышевском водохранилище обнажил дно у столицы Татарстана. Взором открылась старинная булыжная мостовая. Ученые говорят о катастрофической гибели рыбы. Частично отменена навигация. Малые реки в республике обмелели. От некоторых остались только небольшие лужи. Ну как здесь не поддаться общей панике? Шеф, все пропало. Мы ежедневно мониторим уровни нашего Волгоградского и Саратовского водохранилища. Ситуация аналогична по уровню с прошлым годом. Никаких критических обмелений на территории Саратовской области ни в одном, ни в другом водохранилище не наблюдается. Наши гидроузлы, наши водохранилища позволяют даже в самом минимальном приточности в наше водохранилище, в Волгу, удерживать уровень воды, который позволяет осуществлять безболезненно и водозабор для населения, для предприятий, для мелиорации. Соответственно, у нас очень большие площади в Саратовской области, которые осуществляют мелиоративные. То же самое наша Волга питает и за Волжье. Все прекрасно знаем водной канал, Саратовская растительная система, которая работает и наших жителей, нашего субъекта, соответственно, тоже не оставляет без воды. На сегодняшний день уровень воды в Волге, в регионе, находится на отметке 14,59, норма – 15. Ситуация становится критической, когда цифры снижаются до 13, но такого не помнят даже старожилы. Тяжелая ситуация была в 2010 году, тогда буквально из-под воды поднимались новые острова, приходилось корректировать маршруты дачных теплоходов. Серьезный удар был нанесен по рыбному хозяйству. Вот и сейчас рыбаки сетуют. В этом году хорошего улова можно не ждать. Был в Волгоградской области, на границе с Саратовской, был здесь чердым и ездил. Все, они рыбу сгубили вот этой всей фигней. Больше, чем вот они сейчас запрет, вот сейчас выписывают штрафы, ездят, как бы разговаривают о рыбинспекции. Вся икра осталась на камышах, ее видно как бы. Просто они зря, они сделали, конец апреля подняли очень сильно воду. У нас как раз соревнования были. И потом очень резко. Вот я был, когда с 27 на 28 мая на воде, замуж, у нас метка стоит. Вода упала сантиметров на 25. Ну это никуда не годится. Разговаривал как бы и с Нижним Новгородом, и с Самарой, и с Ульяновским. Такая ситуация по всей Волге. Воды нигде нет. Не столь трагично рисуют ситуацию в региональном отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды обитания. Здесь говорят, с оценками торопиться не стоит. Водой оно по всему каскаду плоховато в этом году, сами знаете, да, и татария там у нас обмелевает. То есть воды нет на всех каскадах, не то что только у нас. И в Астрахани нет, в Волгограде, ни в Самаре, ни в татаре, нигде. Но, в принципе, вот воду кидать начали, то есть когда у нас падать начала, она у нас в начале там, ну в конце апреля, да, вода была еще холодная. Основные виды на нерест не подошли. Если вода упала, гибели не было, то есть вот если бы плохо было, если бы были заполнены луга, рыба вышла на нерест, а потом начали кидать, вот это, конечно, было бы плохо, погибло вновь. Но вот эффективность именно нереста на данный момент сказать не могу, потому что только в конце нереста, когда уже наука возьмет пробы рыб, порежет, посмотрит, то есть пошла резорбция, и вот они уже высчитывают процент эффективности. Снижение уровня Волжской воды, если и сказалось негативно, то на притоках Великой Русской реки. Саратовка одна из них протекает в Энгельском районе, а это одно из садоводческих товарищей на Шумейке. Дачники утверждают, речка серьезно обмелела, сейчас ее легко переходит в брод даже подростки, не то что взрослые. Это самое глубокое место. Эксперты нынешнее обмеление Волги связывают с природными явлениями. 19-й год называют маловодным. Несмотря на сверхснежную зиму, которую пережила Саратовская область, этой весной талая вода до рек не добралась. Больший объем влаги ушел в почву. В верховьях Волги такого количества снега, как у нас, не было и в помине. Аналогичная ситуация складывалась в Волгограде и Астрахани. Отсюда и проблемы. С помощью волжских водохранилищ их хоть как-то пытаются решать. Давайте в историю, если уйдем, это 1890-й год, 1923-й год, когда не была Волга зарегулирована. Все помнят прекрасно засуху. И было принято решение, что единственное уберечь народа от засухи, от голода, это все-таки накапливать воду. Недаром построили за Волжье водохранилище миллиоратора, которые сейчас используют. Это опять все для населения, для промышленности, для сельского хозяйства. Это в первую очередь. Чтобы убедиться в правоте чиновников, достаточно оказаться в районе набережной. В уже упомянутом 2010 году вода заметно уходила от берега, обнажая его дно. Сегодня подобного нет и в помине.